Удожди! Удожди! Удожди, Андрей, не ходи! Не ходи! Я твою смерть должен заснять! Блин, где тут чего? Вот туда проходите, туда еще прямо вот. Зайти здесь просто нереально, если вот... Чё ты такое смотри вообще? Вот, посмотрите. Стоактиты прямо! Очуметь! Вот, посмотрите, тут просто вот туда даже не зайти, потому что там ничего не видно. Андрей, мне кажется, уже... Зачем, господи, мы туда не зайдем? Мы туда не... Я уже ничего не вижу, я слеп. Я вообще не понимаю, почему еще люди не стоят толпой у администрации и не задают вопрос. А мы уже писали, только не писали. И в Воробьем уже... Мы что-то пытались... В Воробьем уже... В Народный фронт написали, в прокуратуру написали, в Ленинградах, в Газпром написали, все. Мы находимся по проспекту Красной Армии, дом 185-27, город Сергий Спасат. В нашем доме уже на протяжении двух-трех недель невозможно просто находиться. Причина в том, что по подвальному помещению проходит транзитная труба горячего водоснабжения, которая находится на обслуживании Газпромтеплоэнергии. Из ее ввода поступает в подвальное помещение горячая вода. У нас стоит два насоса, также два насоса жителей своих поставили, но эти насосы не справляются, и ситуацию вы видите своими глазами. Продолжается более трех недель, кормят завтраками. В Теплосеть писали неоднократно письма, звонили устно до этого, в администрацию также звонили, обращались. Никто не реагирует. В тот четверг обещали Теплосеть устранить данную утечку. Теплосеть или Газпромтеплоэнергии? Газпромтеплоэнергии, да, извиняюсь. Вот лифт, который стоит на первом этаже и никаким образом уже не работает. Соответственно, потолок. Вы можете посмотреть на потолке капли, которые уже недели три висят и капают просто вниз. Соответственно, проводка, которая идет вся снаружи, ей, скорее всего, в ближайшее время... Надо в прямой кирпе выходить, Андрюх. Надо вызывать эту телевизору. Здравствуйте. Я вызвала, попросила Андрея Трофимова. Ну, так это невозможно. Сколько будут мучить? Но с 25 января... Вы, наверное, слышите, да? Так, это за выключатели есть провода какие-то? Я стараюсь до чего-нибудь отрагиваться. Чтобы меня сзади Андрей Трофимов подстраховывает. Но его не видно вообще. Может, тут управляющая компания взять эту трубу, отрезать и заварить, например? А как мы можем это сделать? Это не наша труба. Эта труба принадлежит Газпром Теплоэнерго. То есть это незаконно? Вы не можете... Это незаконно, да. А наверняка же через эту трубу идет отопление. Куда? К другим домам. Нет, это не отопление, а от горячего водоснабжения. Горячего водоснабжения. Других домов, да? Этот дом, 185, 187, 195, Дрюк 1, Новоугольческая 3, 5 и Красная Армия 139, идет линия с рабочкой отопления. Там производятся работы, какие-то у них там бесконечные аварии. С утра они выключают, а поздно вечером включают. А днем ремонтируют? Днем ремонтируют. Соответственно, пока все это развознувшим систему, вот и происходит. Я действительно вышла и стоит, а потерялась. Так лучше домой пойду. Я как будто душ принял. Дышать невозможно, потому что очень сильно парит. Влажность большая. У меня один вопрос. Думает ли теплосеть делать перерасчет нам за февраль? Я думаю, что не думает. Вообще по всему городу какой-то беспредел вот с этими... Вам надо не заплатить им месяц? Всем. Я так понимаю, что в скором времени тут и грибок, и все остальное, ну, неизбежно. Как люди живут на первом этаже, я не представляю, потому что все окна у них запотевшие. Со второго по пятого не было отопления совсем, пятого дали. Десятого числа отключили. И вот по сегодняшний день, вот вчера только чуть-чуть, вот стояк у меня теплый, горячий пускай будет, да? А остальные радиаторы холодные. Вот я три месяца живу в этом городе, то, знаете, с таким безобразием, у себя вот в Казань, я из Казани приехала, у нас такого вот безобразия нет. Соседний дом, сейчас мы туда пойдем, там люди еще собрались, а потом еще поедем на один дом. Пойдемте. Ну, я в подвал не пойду к ним. То есть вот оно, по щиколотку, да, оно больше было залито, правильно, да? Вот он, вот он. Вот так вот было залито, мы просто немножко опоздали. Вот, что тут было? Киплеток. Откуда? С системы теплоснабжения. Есть дом, за него отвечает управляющая компания, есть колодцы, за него отвечает теплоснабжающая организация, у них там что-то случилось. Колодцы заполнились водой, они, соответственно, да, кипятком, они начали откачивать, а откачивать в систему канализации водоотведения. Система канализации тоже не акти какая, где тут либо засор случился, либо просто она потока не выдержала, и все хлынуло сюда в дом. Правильно я говорю? Правильно. Объясняю. В наших домах отопление отключается 2 февраля, 2 было отключение, 3 было отключение, 10, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Только дом вроде запустили отопление, все пошло, через 2 часа приходят, опять закрыли, все, дом опять встал. Во-первых, мы боимся, что наши трубы скоро начнут лопаться от таких туда-сюда, от таких качелей. Делать никто ничего не делает, рабочих вот на нашем доме, у нас торец 4а дома раскопали, я не видела. Сколько еще будет это продолжаться, меня волнует вопрос. А кто это раскопал? Газпром. Здрасте. Видите, у нас какой-то горячий поток. Ох ты. У нас нет ни горячей воды, ни отопления, и одно вот тут поле не лопит. Как-то нет горячей воды. Не хватит, сгорайте. Опа, смотри. Видал? Смотри. Термальные источники у нас бьют горячие. Смотри. Вы просто не сказали, что это там. Вот, примерно такой напорт. Вы не можете разобраться, откуда. И насос постоянно, соответственно, еще более-менее справляется. Он уже почти не выключается. Вот такая сдерживание. Это уже вторую неделю. Вторую неделю продолжается. Откуда вода льется? Кто виноват? Там камера полная. Я так понимаю, первая больница аж по трассе стекает. А где рванула? Там все перекопано. Не знаю, откуда. Ну, то есть, это тепловекие опять. Это тепловекие, да, ресурс тепло. Горячая она вода. Она горячая. Хочу сказать еще, пока у нас не было в городе Газпром теплоэнерго, у нас таких проблем не было. Это было-то единство за всю жизнь. Ну, вот просто нам говорили жителям, что, ну, будете платить, дороже, да, но зато качество-то будет. Качество это какое? Бесплатная баня в каждый дом. Вот у меня дальше вопрос. Вот это все, ну, мы же видели, да, в том доме, в этом доме. Мы понимаем, что весной надо будет делать ремонт, да? Будут делать управляющие компании. Это не деньги управляющих компаний, это деньги жителей. То есть, вместо того, чтобы делать, я не знаю, крышу, там, менять окна пластиковые какие-то, делать еще что-то, подъезд, там, входную группу, отмостку. В общем, управляющая компания будет делать за свой счет. Ну, не за свой, за счет жителей. Понятное дело, что Газпром теплоэнерго, областная организация, уважаемая, никто против нее слова не скажет, не управляющие компании, тем более наши чиновники. Поэтому все, так сказать, закроют рты, уши, глаза и пойдут делать ремонт за счет жителей. У меня вопрос. Газпром теплоэнерго не желает к тем домам, жителям, не управляющим компаниям, жителям, это собственники жителей, где случилось по их вине? Ну, наверное, это как бы правильно. Потому что я более чем уверен, что управляющая компания ничего не скажет, потому что потом там жилая инспекция скажет, а не хотите ли вы проблемы, а мы сейчас рейтинг тут вам немножко подправим, а вы что-то больно разговорчивые. Вот я больно разговорчивый.